но это слегка опаснее я выложу эту биржевую лекцию несколькими серий даже не буду ее склеивать смысла не вижу в этом склеивании просто по очереди выложу файлы да и все но это слегка опаснее то что она будет торговаться 47 48 там потом 710 это понятно все будет зависеть сейчас они гасят долг в течение года и они гасят 300 миллионов у них себестоимость танкера использования одного газового еще сильно понизится и это будет потом всегда плюсом всегда это будет вытекать в дивиденды вернут дивиденды улетят сейчас пока не возвращают и так все хорошо то есть хорошая надежная компания и которую нужно торговать и который нужно владеть и в которой нужно находиться но только покупать как я вот по самым-самым лучшим ценам до заработал чуть-чуть 400 процентов и там 300 и и пока уже имеешь более маленькие позиции в этой акции просто более маленькие просто потому что она дороже не потому что рисков больше нет нет просто не просто и потому что есть и другие акции которые можно также отработать это также получить этот импульс секретного там акции они значит там ниже 5 долларов и хочу торговать нельзя шлак но шлак этот стоил там ниже двух потом дал 400 процентов потом стол в районе двух дал 300 процентов я не знаю почему шлак у компании прибыльные балансы у нее понятный бизнес у нее понятные активы у нее дорогие новые танкеры эти танкеры куплены по ценам в десять раз дороже то есть они сделали выпуск акций миллиард долларов направили на покупку танкеров когда они стоили 25 потом они стоили 22 с половиной то есть в десять раз ты с дисконтом в десять раз ниже купил эти танкеры почему бы не повладеть потому что триста процентов повладела потом чуть владеть раз хотелось но слишком большой рост акции слишком большие прибыли и это это у всех раз хочется не только у меня у меня у других каких-то управляющих тоже в этот момент раз хочется просто этой акции владеть плюс мы имеем систему шаблон да мы знаем ну что тут ну тройная дивергенция здесь была на четырех часах да очень красиво и очень четко понятно мы отпадаем 2 доллара понятно что будет сигнал продолжение тенденции вот он с переходящий нулевую отметку понятно потом что с низкого старта уже не с такого глубокого мы вырастим обратно снова протестируем а так как у нас уже направленность вниз так как у нас просто уже направленность вниз что нужно распродать это все дорогое богатство раздать в новые руки раздать в новые руки подороже а себе это брать топ подешевле а если бы я оставил эти акции в каких-то объемах так у меня себестоимость уже 10 центов у этих акций если они будут платить доллар дивидендами так это будет тысячи процентов на вложенные деньги только дивидендами каждый год вот о каких материях говорят нормальные трейдеры управляющие они говорят о материях что что нужно сделать за год так чтобы на вложенные деньги получать тысячу процентов доллара дивидендами нужно провести работу собрать позицию отторговать позицию так чтобы себестоимость была 10 центов платили 1 доллар в год и позиция была какая-то и не трогать и нужно понимать вот эти вот движения то эти тенденции что все у нас канал сформировался долго-долго будем раздавать вот эти деньги в среде огромные деньги там капитализацию смотреть этих компаний ну грубо говоря даже кто-то 100 миллионов долларов суммарно люди вложили в нее а теперь у них 300 на 200 миллионов долларов нужно на раб набрать новых вкладчиков ты заработать можешь деньги только если ты отдашь кому-то эти акции в новые руки тебе дадут эти 200 миллионов тогда они тебя будут а ты можешь цену вечно задирать на эту акцию хоть до 100 на пусть улетит тогда у тебя просто предполагаемых новых вкладчиков грубо говоря 100 миллионов вложил и и в 10 раз поднял цену вот тебя есть миллиард который нужно раздать то есть у тебя есть акции на миллиард который нужно раздать новым вкладчиком то есть ты можешь делать пиар-компанию ты должен гордить все что угодно ты должен делать резонанс и не знаю стриптиз плясать но лишь бы у тебя купили эти акции на миллиард и пока ты их миллиард за них не выручишь цена этим акциям то что не в 10 раз выросли до фигня мелкие рыбки прилипал и вроде меня там с пятью с десятью миллионами долларов такие могут туда войти и откусить у тебя миллиона три пока ты будешь пиарить а а если я выйду и заберу прибыли на этом росте 3 миллиона долларов то у товарища уже у которой 100 миллионов вложил хочет собрать миллиард у него будет 900 минус моих 3 и будет в этом так сказать банкете еще какая-то рыбка плавать она вложит 10 миллионов долларов а заберет 5 и упал и у парня будут цены на миллиард но только у него там будет минус 3 минус 5 у него там может насобираться минус 300 минус 300 на этом росте уже заберут из этих денег такие рыбки прилипал это в миллионах какие у него из 900 миллионов останется 600 и хоть ты как треснет и нет не распродаж уже эту акцию под тем ценам которые есть когда после когда подойдет цена и нужно будет собирать последний сто цена там он вырос там в десять раз да допустим она цена там 60 70 долларов резко пойдет вниз на эту разницу пусть этих денег там нет то есть а цены ты можешь показывать любые ты же если ты можешь быть крутой маркет-мейкер а ты можешь быть владеть к своей компании как этой компанию там вы купили допустим на 40 50 процентов люди там суммарно каждый договорились еще с другими фондами у которых допустим и говорят у нас эффективность этого этого роста в десять раз вот мы покажем что там есть 900 но на самом деле там из 900 300 из этих 300 мы по дороге раздадим 150 будем задирать цену в десять раз чтобы получить всего там 150 то есть они то просчитывают у них то задачи цели и работают компьютеры то совершенно другие они заранее видят сколько можно привлечь толпы как можно привлечь чтобы столько заработать тот грета зачем нам тогда 150 чтобы заработать устраивать эту вакханалию давай на этих местах торговаться здесь где-то поддержим это наверное если здесь про торгуются соберем больше акций и у нас будет это наверно больше денег чем делать такие планы все это обсуждается это вообще то обычный бизнес но он не видим для трейдеров которые сидят и в угадайку играют о тут мы не угадали тут мы угадали зачем у него гнусом то он каким я снял с вами угол пройдет мне так на 10 там чего-то там вперед то есть не существует таких как бы моментов что вообще что-то нужно угадывать то есть есть люди которые знают все заранее а ты смотришь и анализируешь их действие и свои действия понимаешь сколько тебе нужно чтобы тебе отработать с их пирога кусок я включаю чистую математику включаю чистую математику отрабатываю с их пирога куски то есть я математикой зарабатывают деньги не вкладывая ни денег не акций у меня и количество акций растет потому что я применяю математику и количество денег увеличивается proxima Я применяю математику Да я делюсь с брокерами Которые меня обслуживают Да они еще с этого комиссии получают Но есть брокеры которые Вообще открывают у тебя счета с нулевыми комиссиями Поэтому сейчас в современном рынке Брокеры уже Конкурентоспособны тебе дают вообще условия Забирай себе все деньги А нам только чуть-чуть со всех комиссионных И если ты крутой все больше и больше Через нас забирай То мы как бы нормально живем Хорошо работать с теми брокерами Которые не имеют своих интересов на бирже Которые честно выводят сделки на бирже Обслуживают тебя просто Как поток твоих сделок Тогда и не получится у тебя каких-то С ними конфликтов интересов Которые не играют Но не дай бог этот брокер будет За спиной вести какую-то игру Иметь позиции в твоих инструментах или еще что-то Тогда извини Ты будешь отрывать кусок пирога У него Может ли брокер копировать Твои успешные сделки Да конечно может На каком-то уровне Но все сделки имеют емкость Я зарабатываю со своих сделок У меня одна емкость И чтобы их скопировать и что-то сделать А человеку нужно как-то эту емкость увеличить Потому что я-то и так работаю В пределе определенной Отведенной мне емкости По сделкам И как правило забираю эту емкость Всю на себя По нужным целым В хороших Поэтому человек который захочет Это все дело Так сказать Скопировать Повторить Вне моей системы Он уже получит более худшие цены И он мне более выгоден Чем не выгоден Да Только я в него буду Может быть только Крыться И зарабатывать Свои какие-то Там Лишние деньги Щелкну сейчас И сделаю вам Еще сразу Третью серию Биржевых лекций